На прошлой неделе госсекретарь администрации Байдена, господин Тони Блинкен, радовался тому, как здорово, что произошел саботаж Северного потока. Цитирую. Это потрясающая возможность, сказал Тони Блинкен. Это здорово. Не трагедия. Победа. Нечто, что мы поддерживаем. Мы в восторге от этого. Разрушить газопровод? Мы всегда за. Это может быть еще одним намеком, что администрация Байдена, возможно, причастна к этому. О, но нет, говорит Белый дом. Несмотря на то, что мы обещали, что сделаем это, а потом ликовали от того, как здорово, что это случилось, мы не имели к этому никакого отношения. Кто это сделал? Ну, это Россия. Они взорвали собственный трубопровод, сделав свою страну беднее и слабее в разгар большого конфликта. Ведь именно такими сумасшедшими, но в то же время дьявольски эффективными являются русские. Суицидальные, но все же гении. И если вы не принимаете эту историю критично, если у вас есть вопросы о том, где здесь кроется смысл, вы нелояльный американец. Заткнитесь. Вот Крис Стюарт, республиканец из Юты, говорит как раз это. Джон Кирби из Совета национальной безопасности выступал ранее. В недвусмысленных выражениях заявил, что ни США, ни их прокси не стоят за взрывом на трубопроводе «Северный поток». С вашей точки зрения, каждый из вас, вы согласны с этим? О, безусловно. Последнее, чего мы хотим, это повышение цен на газ в Европе. Совершенно очевидно, что это российская диверсионная операция. А что насчет людей, конгрессмен Стюарт, которые спрашивают, зачем России делать это со своим собственным трубопроводом? Ну, когда люди показывают пальцем на США, именно этого Владимир Путин и хочет. Просто загляденье. Абсолютное согласие партий. Здесь у нас республиканец из Юты Крис Стюарт и демократ из Массачусетса Сет Молтон в полном взаимопонимании. Именно этого Владимир Путин и хочет. Он хочет, чтобы вы обвинили администрацию Байдена в том, что он сам сделал. Такова точка зрения обеих партий. Интересно тут то, что они не знают этого наверняка. У них нет доказательств, что это правда. Докладчики из разведывательных агентств по состоянию на сегодняшний день сообщают членам Конгресса, что они понятия не имеют, кто совершил промышленный терроризм против этих трубопроводов. И само это тоже ложь, конечно же. ЦРУ ничего не знает? Точно, понятия не имеют. Но насколько известно конгрессменам Крису Стюарту и Сету Молтону, никаких доказательств чего-либо нет. У них нет фактов. Вот вам факт. У них нет фактов. Так вот, фактически, ни эти ребята, ни кто-либо из членов Конгресса, независимо от того, в каком комитете они состоят, понятия не имеют, кто сделал это. Но если вы скажете очевидное, Россия, вероятно, тут ни при чем, потому что это противоречит их же интересам, какую бы глупость вы не пытались нам поведать. Если вы скажете это, если примените здравый смысл, вы злодей. Но они заходят дальше и говорят такое, во что вообще никак не верится. Сет Молтон, цитирую. Последнее, чего мы хотим, это повышение цен на газ в Европе. Да ну, Сет Молтон, в самом деле? Ведь разве администрация Байдена из философских принципов не выступает против низких цен на газ? Разве они не против любых видов ископаемого топлива? А, да, ведь это так. Откуда мы знаем? Из российской пропаганды? Нет, мы не можем читать российскую пропаганду, ведь ее запретили в пользу нашей пропаганды. Мы знаем это, потому что Джо Байден сам много раз говорил это по телевидению. Вот как. Так что может и есть здесь какой-то мотив, а может и не один. Но не спрашивай. Потому что, предупреждают СМИ, задавать очевидные вопросы запрещено. Смотрите. Ведущий Fox News Такер Карлсон безответственно заявил, что Соединенные Штаты ответственны за утечку. Кроме Путина и Такера Карлсона, по-моему, совершенно очевидно, что все знают, что Путин сделал это сам. Атакер Карлсон на прошлой неделе фактически еще раз прямо повторил российскую пропаганду, предположив, что каким-то образом именно Соединенные Штаты стоят за атакой на трубопровод Северный поток. Насколько велико это движение? Оно набирает обороты? Это российская пропаганда! Как они смеют? Да ну, в самом деле. Вероятно. Проведем мысленный эксперимент. Многие американцы, которые не чувствуют никакой преданности России, не любят Путина. С чего бы, если вы американец? Но очень заботятся о своей стране и поведении своего правительства. А их правительство, то самое, за которое они платят, которое они как бы контролируют, делает то, что противоречит их интересам, а затем лжет об этом. Может, они думают, что имеют право знать и задают очевидные вопросы вроде «Вы нам лжете? А если не лжете?» Говорите медленно и расскажите, какой ваша история, которой нам вроде как следует верить, имеет смысл. Возможно, задавать вопросы — это патриотический долг американцев. Заткнитесь! Вы помогаете Путину! Такого нельзя говорить! Нельзя цитировать президента Соединенных Штатов, когда тот обещает ликвидировать Северный поток. Нельзя цитировать его госсекретаря, празднующего этот саботаж. Вы должны поверить, что Путин уничтожил свою собственную инфраструктуру. Вы обязаны! Как это вписывается в планы Путина? Конечно, как и следовало ожидать, Сьюзин, Россия говорит. Мы не причастны к этому, мы начнем расследование, но... Да ладно. Смотри, есть признаки того, что здесь была нечестная игра. И похоже, что Россия тут определенно самый вероятный, подозреваемый. Я думаю, что это явно акт саботажа, и что Россия, безусловно, является наиболее вероятным подозреваемым. Я думаю, что это может быть только первым залпом из ряда событий, которые могут произойти в Европе. Вот что говорит нам Путин, взорвав свой газопровод. Смотрите, я могу взорвать газопровод, если понадобится. Я могу взорвать интернет-кабели, идущие в вашу страну. Могу взорвать функционирующие трубопроводы, много чего могу натворить. О, это Билл Браудер. Уж он-то эксперт в этом вопросе. Верьте Биллу Браудеру. Не верьте своим лживым глазам. Был момент после того, как стало совершенно ясно, что война в Ираке не помогает Соединенным Штатам никоим образом, и фактически наносит ущерб ключевым интересам США, когда у СМИ выдалась редкая... наносекунда саморефлексии. Как мы дошли до такого? Какую роль мы сыграли в убеждении общественности в том, что у Саддама было оружие массового уничтожения, которого не было? И в тот момент мы подумали, вау, может они что-то поняли? Может они не станут такого повторять? Но вышло как раз наоборот. Теперь они с удвоенной силой распространяют совершенно очевидную ложь и нападают на любого, кто просит услышать рациональное объяснение. И это касается не только СМИ. Аналитические центры Вашингтона, задача которых... Погодите-ка, а что они должны делать? Ах да, создавать информационный шум в интересах правящего класса. Поддерживать режим, быть притарианской гвардией. Институт Брукингса выполняет эту роль уже много лет. Они опубликовали такой анализ, цитирую. Американские подкастеры распространяют кремлевские нарративы о саботаже Северного потока. Что интересно в этом анализе, так это то, что нигде в нем почтенный институт Брукингса не опровергает. Доказательства того, что США или прокси администрации Байдена замешаны в этом, там вообще никаких доказательств. Вместо этого они просто нападают на любого, кто задает вопросы. Цитата. Теории, выдвигаемые этими ведущими подкастов, согласуются с сообщениями Кремля. О, согласуются с сообщениями Кремля. Как говорили раньше, виновен по ассоциации. Владимир Путин любит собак. Что, и ты их любишь? Ты что, симпатизируешь русским? А, ну да. Это соответствует российской... пропаганде. Итак, суть в том, что даже не важно, правда ли это, но это согласуются с сообщениями Кремля. А значит, вас нужно зацензурить. Но не все это понимают. Еще остались в глубоких закоулках американского общества несколько честных либералов. Может быть, они были, не знаю, на острове Сен-Барт последние три года, и не успели понять, что свободы слова в этой стране больше нет. Один из них — профессор Колумбийского университета по имени Джеффри Сакс. На днях он был в эфире «Блумберг», где его спросили о Северном потоке, а он решил ответить рационально. И сказал, на самом деле довольно много доказательств того, что администрация Байдена вовлечена в это. Но вместо дальнейших расспросов, ведущий, понимая, что поднимаются запрещенные темы, нам нельзя говорить об этом, просто закончил включение. Но не раньше, чем Джеффри Сакс сказал это. «Разрушение трубопровода «Северный поток», которое, держу пари, было действием США, возможно, США и Польши. Это мое предположение. Джефф, Джефф, нам надо остановиться. Это очень сильное заявление. Почему вы считаете, что это было действием США? Какие у вас есть тому доказательства? Ну, во-первых, есть данные полетных радаров, что американские вертолеты, военные вертолеты, которые обычно базируются в Гданьске, кружили над этим районом. Мы также слышали угрозу от Соединенных Штатов ранее, в этом году, что так или иначе мы собираемся положить конец «Северному потоку». Не разрешается говорить такие вещи на Западе, но дело в том, что во всем мире, когда я разговариваю с людьми, они думают, США это сделали. Просто говорю вам, и, кстати, даже репортеры, наших газет, которые следят за историей, говорят мне в личных беседах, ну да, конечно, но это не появляется в наших СМИ. Ведущие явно слышат наушники. Останови его, останови! Какие у вас доказательства? Ну, есть данные радаров. Что? Молчите! Замолкни! Глушите его! Никогда не приглашайте его больше! Стоп! Единственное допустимое объяснение, это, конечно же, то, в котором правительство хочет вас убедить. Владимир Путин такой злодей, что разрушает свои собственные трубопроводы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова